Вы когда-нибудь задумывались, как можно поднять легендарный Титаник со дна? Недавно ученые предложили новый план, как это сделать, и он все меняет. В этом выпуске вы узнаете, как можно поднять Титаник в 2024 году, в чем главная проблема такого способа. Как в 1996 году инженеры чуть не уничтожили легендарное судно, и можно ли поднять Титаник шариками для пинг-понга. Историю Титаника знают практически все, поэтому еще раз пересказывать ее вам не буду. Но перед тем, как я поведу вам новый план ученых поднять Титаник со дна океана, предлагаю посмотреть, какими способами хотели это сделать ранее, и в чем их глобальное отличие. Самым первым способом после крушения лайнера предполагалось, что его можно поднять с помощью подводной лодки нашпигованной магнитами. Такой способ поднять Титаник со дна океана представляет собой огромную техническую и организационную задачу, которая имеет множество проблем и по сей день. Первая проблема – это размеры и вес судна. Титаник был одним из самых крупных судов своего времени. Его длина составляла около 270 метров, а вес – около 52 тысяч тонн. Поднять такое гигантское судно со дна океана потребует мощных магнитов и специальной техники, способной выдержать огромное давление на глубине и при этом поднять тяжелый корпус. Вторая проблема как раз связана с огромным давлением. Судно находится на глубине более 3800 метров, что делает доступ к нему сложным и опасным. Подводной лодке будет необходимо преодолеть огромное давление и темные, холодные и сложные условия в глубине океана. Из-за всех этих проблем способ быстро забраковали. Несмотря на это, новая теория не заставила себя долго ждать. Английские ученые предложили обложить корпус лайнера пластиковыми контейнерами с водой, а затем пустить через них электрический ток. По мнению следователей, в результате электролиза образовался бы газ, который мог в теории поднять Титаник. Каким бы замечательным этот способ не казался, он имеет большой риск поражения электрическим током, которым могут создать серьезные проблемы для команды подводных лодок и оборудования. А еще Титаник может просто-напросто не выдержать подобных экспериментов и просто-напросто развалиться по дороге на сушу. Следующая теория была предложена учеными из Калифорнии. Они предложили сделать это с помощью азота, и тогда Титаник как гигантский ледяной кубик был бы вытолкнут водами океана. Этот способ, как и предыдущий, имеет шанс того, что Титаник просто развалится. Также некоторые ученые предполагали спуститься на батискафе к затонувшему судну и прикрепить к нему нейлоновые баллоны с газом. Вот только на реализацию этого способа ушло бы минимум 10 лет, да и найти огромное количество средств на подобный проект оказалось невозможно. Среди странных задумок были также и такие, использовать шарики для пинг-понга, а именно заполнить ими корпус Титаника. Удивительно, но в теории этот способ может сработать. Вот только как доставить столько игрушек на такую глубину и сделать так, чтобы их не расплющено давление на глубине? Также предполагали накачать судно расплавленным воском, парафином или вазелином. Или забрести гигантскую клюшню или ковш, и на манер горового автомата поднять корпус из глубин. Какие способы ученые не предлагали, практически все из них были отвергнуты. И в 1996 году была предпринята первая и последняя попытка достать Титаникс 1. Насчет последней не уверен, так как новый план, о котором мы поговорим далее, может все изменить. Так вот, в 1996 году силами и средствами одной коммерческой компании по спасению судов была предпринята попытка поднять на поверхность часть судна, весившую 21 тонну. Для этой задачи привлекли почти 2000 человек. Они заплатили за то, чтобы увидеть исторический момент с борта круизного лайнера. Инженеры разработали специальные воздушные шары, которые впоследствии наполнили дизельным топливом для операции. Но, к сожалению, тросы оборвались, и часть лайнера, которая находилась всего в 64 метрах от поверхности, скрылась в глубине океана. В течение последних нескольких лет все чаще ученые утверждают, что разрушенный временем и водой корпус невозможно поднять. И в ближайшие десятилетия он развалится на куски. На этом настаивают большинство ученых. Тем не менее, так называемое меньшинство не планирует сдаваться. Например, летом прошлого года планировалась новая экспедиция по спасению Титаника. Экспедицию хотела организовать компания RMS Titanic Inc., базирующаяся в США, которая владеет правами на спасение самого известного в мире кораблекрушения. Компания выставляет артефакты, найденные на месте крушения на дне Северной Атлантики, от столового серебра до куска корпуса Титаника. Однако через месяц после этого произошла самая громкая трагедия за последние несколько лет – крушение батискафа Титан. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки начали активно бороться со всеми погружениями к Титанику, заявляя, что затонувший корабль – это могила. И теперь они не собираются давать разрешение на поднятие Титаника со дна. Но, несмотря на все запреты, многие люди по-прежнему горят желанием не дать легендарному судну сгнить в Северной Атлантике. И с какой-то стороны они правы, ведь, казалось бы, подъем Титаника на поверхность дал бы ответы на многие вопросы. Да и просто стал знаковым событием для мирового наследия. И ученые действительно хотели и хотят поднять легендарное судно. За время исследований к обломкам лайнера совершилась не одна экспедиция. И на поверхность было поднято более пяти с половиной тысяч предметов. От предметов быта и ювелирных украшений до отдельных частей судна. Мы уже обсудили несколько возможных способов, как поднять Титаник со дна. И ни один из них, скорее всего, не сработает. Однако недавно исследователи предложили невероятно грандиозный план, как это сделать, при этом не разрушив корпус корабля. Они предложили сделать гигантский водонепроницаемый купол, которым можно будет накрыть Титаник. Затем высосать оттуда всю воду. После чего укрепить Титаник с помощью различных металлических конструкций. И аккуратно поднять его на поверхность вместе с куполом. Ученым действительно удалось придумать новый план по поднятию Титаника, который может все изменить. Но, к сожалению, у него тоже есть свои недостатки. Главный минус такого способа – это цена. Чтобы осуществить такую программу, потребуется в районе 100 миллионов долларов. К тому же, возглавить такую авантюру – это невероятные риски. По подсчетам ученых, воспользоваться таким способом можно еще до 2025 года. Ну или, в самом лучшем случае, до 2028. В 2030 на Дне Атлантике отсюда уже ничего не останется. Все же, у Титаника достаточно маленькие шансы снова увидеть Солнце. Но еще не исключено, что когда-нибудь ученым удастся это сделать. Ну а пока предлагаю поговорить об интересных фактах о Титанике, которые вы не знали. Не спешите перематывать или выключать видео. Дайте нам пару секунд, чтобы вас заинтересовать. Титаник затонул более 100 лет назад. Несмотря на это, он до сих пор известен по всему миру, если по-современному находится в тренде. Немало заслуга этого – фильмы Кэмерона. Но многим людям интересен и сам факт затопления такого гигантского объекта. Но об этом чуть позже. А сейчас о фильмы Кэмерона. Пару дней назад на аукционе в США выставили дверь-реквизит, благодаря которой спаслась одна из главных героев фильма «Титаник». Начальная стоимость реквизита равняется 32 тысячам фунтов стерлингов. Это 40 тысяч долларов. Авторы аукциона отмечают, что дверь украшает замысловатая резьба, которая была создана на основе самого известного целого куска обломков. Реквизит напоминает панель в стиле Людовика XV, который находится в Морском музее в Новой Шотландии. Также на аукционе планируют продать штурвал «Титаник», платье «Роуз» и оранжево-спасательные круги. В 1996 году оператор подводного аппарата занимался исследованием океанического дна в области катастрофы 1912 года, когда радар Батискафа обнаружил необычную активность в зоне поиска. Тогда специалисту так и не удалось ничего узнать об источнике сигнала. Однако мысль о том, что он находится на глубине почти 3000 метров, беспокоил его на протяжении почти 30 лет. В октябре 2022 компания Ocean Gate решила организовать и финансировать экспедицию с целью выяснить, что это было. Погружение показало, что гидролокатор реагировал на глубоководный вулканический рельеф, на котором наблюдается экстраординарное биологическое разнообразие для таких глубин. По словам ученых, на гидролокаторе это могло быть что угодно, не исключая возможности того, что это было еще одно кораблекрушение. В итоге ученые увидели на видеозаписи с Батискафа рифовые губки, кораллы, рыб, а также множество других живых организмов. Специалисты говорят, что обнаружение неизвестной ранее экосистемы на дне океана в Северной Атлантике позволит лучше изучить морское разнообразие в районе крушения Титаника. Ранее исследователи компании Magellan Ltd и Atlantic Production летом 2022 года провели сканирование затонувшего 113 лет назад Титаника. Они создали первую трехмерную модель лайнера, лежавшего на глубине 3800 метров в Атлантическом океане. Полноразмерное цифровое изображение позволяет увидеть Титаника, как будто вокруг нет воды. Это может помочь узнать, что произошло в ночь крушения лайнера во время своего первого рейса из Саундгемптона в Нью-Йорк в 1912 году. По словам исследователей, 3D-модель стала одним из первых шагов к тому, чтобы история Титаника перешла к научно обоснованным исследованиям, а не различным конспирологическим теориям. Новый снимок воспроизводит обломки целиком, полный вид корабля. В рамках работы специальные аппараты более 200 часов полностью изучали лайнер. Так было сделано свыше 700 тысяч изображений со всех сторон. По словам исследователей, мы действительно не понимаем характера столкновения с айсбергом. Мы даже не знаем, ударился ли Титаник об айсберг правовым бортом, как это показано во всех фильмах. Возможно, он сел на мель на айсберг. Ученые также уточнили, что внешние подводные факторы наносят ущерб кораблю. Поэтому время для установления полной картины крушения лайнера истекает. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а в комментариях напишите, что из этого выпуска впечатлило вас больше всего. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok